Качагу имени Умара Алиева стал настоящим центром притяжения для исследователей тюркского мира. На базе вуза прошла межвузовая научная конференция студентов и молодых ученых. Актуальные проблемы тюркологии, историко-культурное и социально-экономическое развитие тюркоязычных народов России и зарубежья. Данный научный форум был организован совместно с Институтом стран Азии и Африки МГУ. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Эта конференция – уникальная площадка для обмена опытом и идеями, а также способствует укреплению научных связей и развитию тюркологии в России. Открывая научные мероприятия всех участников, поприветствовав исполняющие обязанности ректора Качагу Таусултан Узденов. Тюркский фактор, проломляясь в различные исторические периоды и связанные с различными событиями, глобальными событиями на территории Кавказа, в различных его проявлениях – лингвистическом, языковом, культурологическом, а в позднее время и в политическом аспектах – присутствовал всегда, начиная с Древнего мира. Но в ранних средних веках тюркский фактор является неотъемлемой частью вектора развития народов Северного Кавказа, в частности, карачаево-балкарского народа. Подобные конференции нас объединяют и приятно видеть, что наши вузы начали активно взаимодействовать, отметила заведующая кафедрой Тюркской филологии Института стран Азии и Африки МГУ Мария Репенкова. У нас создалось просто потрясающее впечатление о том гостеприимстве и той организации, с которой устроена эта конференция, благодаря вашему ректору, ректору Карачаево-Черкесского государственного университета. Нас очень хорошо приняли, очень интересно подготовлена программа конференции. На пленарном заседании научной конференции доцент кафедры Тюркской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского государства университета Маргарита Дубровина погрузила участников в историю древнетюркского рунического письма, рассмотрев его происхождение и особенности. Конечно же, памятники древнетюркской рунической письменности – это такой базовый источник для всех тюркских народов. И вот сегодня коллега мой говорил о том, что очень много элементов общих в карачаево-балкарском языке и в языке древнетюркском, скажем так. Он такой общий над диалектный язык. И поэтому, конечно, я именно это хотела показать. Значимость карачаево-балкарского языка для изучения древнетюркских памятников раскрыл в своем докладе аспирант Института стран Азии и Африки МГУ главный редактор журнала «Вопросы тюркологии» Ахмат Глашев. Значение карачаево-балкарского языка для исследования древнетюркских письменных памятников. В этом была суть моего доклада. Я думаю, что я донес это особенно для молодых, для студентов, чтобы они более глубоко интересовались родным языком. Потому что действительно, карачаево-балкарский язык – это кладезь для тюркологии. После завершения пленарной части конференции гости ознакомились с деятельностью археологического музея Качагу. Али Ханепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.